Всем доброго утра! Третий день настройки. Внимание на ухо не обращайте, потому что все-таки это помещение пустое, то есть специально никаких петличек микрофонов я не использую, потому что, в принципе, изначально не предполагал, что буду что-то комментировать, потому что, ну, во-первых, я не профессиональный строитель, я здесь всего лишь подрабатываю на время своего отпуска, и поэтому пытаться что-то комментировать, мне кажется, это... Ну, наверное, не нужно этого делать, потому что я не спец, поэтому вот так, как оно есть, и, я так понимаю, мне нужно будет все-таки формат съемки менять, потому что таймлапс, который я показываю, все равно немножечко утомляет, это одно и то же. Потом, второй момент, по поводу вчерашних вопросов, мнения разделились, снимать полностью, либо показывать финал. Люди пишут, что решай, как тебе самому удобно, то же время тратить на монтаж после того, когда устал. В принципе, вот если по монтажу, то монтаж тут вообще несложный, потому что камера, по сути, ну, и по сути, она делает фотографии. Этих фотографий много, в каждой папке, ну, наверное, несколько тысяч снимков. Потом при монтаже, Final Cut Pro я использую, я загружаю эти все фотографии в редактор, создаю новый видеоклип, и уже потом вот этот клип увеличивает скорость воспроизведения. Но вот в данном случае я увеличивал в четыре тысячи раз. То есть и то, что вы видели от нормальной скорости, это как раз вот четыре тысячи раз. То есть, в принципе, единственное, что мне приходится искать музыку, музыку в последний раз я использовал уже не помню когда, но здесь нужно что-то такое подбирать, чтобы это, в принципе, было более-менее удобоваримо, чтобы зритель мог без напряга воспринимать вот этот вот видеоряд с этой звуковой дорожкой. Второе, какой еще момент? Да, я говорил, по монтажу, в принципе, времени там вообще нет заморочек, практически нет. Ну, там видео вступление, которое я вначале снял, вернее, уже вечер, там, сколько там, пара минут, остальное, вот, тайм-барс. Второй момент. Я это снимаю, наверное, в большей степени для, наверное, своей, скажем так, тренировки, потому что я уже часто говорю о том, что видео-съемку, фото-съемка – это мое хобби, и я стараюсь в этом направлении развиваться по мере своих возможностей и способностей. И то, что я снимаю, ну, иногда, может быть, и в этом нету какого-то смысла, тем более, я, опять же, не настаиваю на том, что хочу донести до вас что-то новое. Нет, ну, люди тоже, мы все разные, кто-то, я когда тоже мы свою квартиру ремонт делали, я точно так же по ютубовским роликам смотрел, как выкладывают эти вот самые сибитовые стены. Если кому-то интересно, я дам ссылку в описании, вы можете посмотреть, как происходил ремонт в нашей квартире. То есть там мы все делали сами, но там сибитовыми стенами я тоже самое выкладывал, там я перемудрил, ну, перестраховался таким образом. Здесь стены выкладывает гость, он профессиональный строитель, а я здесь вроде как это, ну, на подхвате принес, передал, отпилил, собрал ряд, готовил, прибурил. Ну, без таких людей, как я, тоже сложнее, тяжелее процесс стройки, поэтому, ну, вот так-то. И, что еще хотел сказать, что еще хотел сказать, как, ну, то, что это трехкомнатная квартира, а, мне задавали вопрос, как держатся потолки. Да нормально они держатся. Сейчас я покажу вам. Вот она, несущая колонна. Она, разумеется, идет по всем этажам. Здесь монолитное литье, как правильно сказать, литье или, ну, бетон, в общем, арматура и бетон. Студию, так называемую. В этих квартирах кухни, как таковой, нет. Так же, как и в нашей квартире, это вот новые дома, короба. И все, и единственное, что отличие, вот этих вот колонн в разных клониловках бывает разное количество. То есть, допустим, у нас таких колонн, так, раз, два, три, четыре. Между комнатной поддержки. И все, все остальное можно уже городить, как по проекту. Будет придумано. Поэтому то, что здесь хозяин снес все эти перегородки, ничего страшного здесь он не сотворил. По факту несущий его наставил, поэтому ничего страшного. И еще у меня, значит, задавали вопросы. Сейчас я гляну. Так, и попутно расскажу, что вот у нас сегодняшний момент, я вчера об этом говорил. Мы, значит, подняли шесть рядов до дверного проема перекрытия. Осталось два ряда и еще четыре ряда. Потолки высокие, здорово. С перегородками мы заканчиваем. И потом кости уходят, а я уже остаюсь и продолжаю заниматься этими перегородками. То есть, я буду клеить армирующую сетку, которая предохранит от растрескивания трещин кирпича. Так, второй момент. Ну, для многих не знаю, спорно-неспорно. Каждый третий ряд мы прокладываем ленты, а каждый ряд внутри плывая к стене. Я знаю специалистов, которые оставляют расстояние, там, сколько, пару сантиметров, и запенивают. Заканчивается это тем, что стены армят нещадно. То есть, вылабываются куски, и поэтому мы эту технологию не приемлем. И всегда, всегда мы поступаем, значит, каждый ряд к стене, и каждый третий ряд армирующая лента. Мы это проходили на своей собственной квартире, и на сегодняшний момент только вот одна микротрещина, которую мы увидели, это между несущей колонной и сибитовой стеной. А так все везде стоит четко и прочно. На двух квартир была такая ситуация, что человек, считая, что так делать не обязательно, и в результате отрыв от стены, бетонной сибитовой стены, трещины уже на финишной отделке. И все это, конечно, неприятно, и заказчики, и нам с этим разберутся. Ну, вернее, не нам, я периодически на стройке появляюсь, как вы знаете, профессия-то у меня только. Поэтому вот так вот. Здесь еще будут ванны, но об этом я, наверное, позже расскажу. Там еще перегородку нужно будет строить сибитовой, сибитовой. Это как я, с картон, каркас. Так, давайте я сейчас по-быстрому посмотрю, какие были вопросы в прошлом видео, в позапрошлом видео. Всем спасибо за пожелание здоровья. Это для нас, наверное, сейчас самое важное. Тем более, что надо вспоминать про водорослой. Так, сейчас. Так, тут по поводу бугра. Там, видимо, так получилось, что пришел заказчик. С заказчиком постоянно нужно связываться, потому что мы выкладывали первый ряд. А первый ряд, он самый важный. То есть, если мы где-то размеры не попали, то потом, подняв, к примеру, стену на несколько рядов, переделывать, демонтировать, это значительно сложнее. Поэтому у нас был затык, и я ему позвонил. По телефону вроде как все определились. Потом он пришел, пустил один размер. Ну, в принципе. Ладно, так. Так, в тапках кости работают. Ну, человек так работает, что ему сделать. Пока я печен на ногу не подал, наверное, так. По поводу наливных полов вообще ничего не посоветую. Ну, спрошу уже, ну, если что. Потому что, ну, я не профессионал. Давать такие советы, как говорится, не вправе. То, что я своими руками трогал, то я не могу прояснить. О, Костян дарал. Так, я сейчас это кратко-кратко, это, по это, по текущему. Вы изменяете? А? Не-не-не. Не-не-не, я просто это, людям рассказываю, так что. Вопрос, какие были, задавайте. Так, ну, вот по поводу съемки тоже снимаем постоянно, в принципе. Ну, Валенечка, формат, наверное, я поменяю. Наверное, просто сейчас, сегодня сделаю, буду делать коротенькие видеонарезки. Ну, там, может, пару минут, таймлапс, наверное, не будет. Поэтому сменим, как говорится, это формат маленечко. Так, ага, начнем открыть, ты мне, так, даже в комнате. Ну, это шутка, я так понимаю, унитаз пока, пока раз у нас нет, будет унитаз так. Так, так, еще, еще интересно спрашиваю. Так, ну, опять вот вопрос, но у хозяина ноги морского убрал все перегородки. Я говорю, никакого риска хозяин не получил, потому что это не несущие перегородки. Были убраны все сепитовые, все гипецкартонные перегородки. И мы сейчас их возведем просто в других местах. Так, с Мексики мне даже привет передали. Я ответил. Ну, по поводу того, что отдых так получилось, что у второго морда. Так, соседи с носами, вот эту ванную площадь, вот эту ванную площадь. Ну, мы, допустим, на себя в самом деле теплый пол делали, поэтому, в принципе, нормально, тепло. Так, чуть-чуть. Ну, по поводу того, что отдых так получилось, что у второго морда нужно было заходить на объект. И мне дали добро на производстве, взять на время как раз на этот период отпуск, чему я очень рад. Есть возможность заработать. Так, опять Вася и Иванович, вы снесли стены снова на том же месте. Да не на том же месте. То есть, тут хозяин уже все способное нарисовал, то, что где ванка хочет. Вот там, где я сейчас стою, будет у них вроде как то ли кладовая, то ли что. Все по-другому. Все по-другому, даже по следам от старых перегородок. Все по-другому. Лазер у нас есть, человек пишет, хотя бы дешевый лазер. Пока сейчас просто ему применения нету. Первоначально разметку сделали с лазеров. Отбили линии, не сейчас по этим линиям. Но сейчас уже не по линиям, сейчас уже по логаням пластиками кирпич выставляет. Ну, и линии, конечно, репетит так. Блин, вот человек пишет, Павел Кратенко, заниматься лучше любимым, ты токарь от Бога. Да чушь собачья, честно вам, Калин, я не токарь, я токарь, но не от Бога. Я средний токарь, обычный токарь, ничего особенного нет. И токарь это профессия, если это профессия, это не значит, что это любимое занятие. Я этим зарабатываю на жизнь, но такой вот радости и восторга я от этого не получаю. Поэтому все это иллюзия. Таймин, конечно. Так. Ну вот, человек пишет, Игорь Торопов. Наверное, неудобно подгонять, а это кости, наверное, к тебе вопрос. Подгонять и заканчивать ряд кладки у стены, проще начинать от стены, заканчивать на углу или краю стенки. Да, ловишь от стены до стены. Ну, с кладкой кирпичей, кирпичей. Ну, наверное, по факту-то большая разница. Ну, единственное, что клей между кирпичами и стеной, ну, шок побольше просто, наверное, и все, да? Ну, кирпича сбивается. Ну, потому что, правильности-то нет, ну, может оттуда ряд пойти, оттуда, блин. То есть мы тоже иногда, допустим, половину кирпича укладываем и пошли там целые кирпичи. То есть тут тоже своя особенность, поэтому... Так, перекрытие держится на капитальных перекрытых колоннах, поэтому... А, ну, тут это еще вопрос. Питер Сап. Сал, как я понял, квартира не твоя, это наш опыт работы на время. Так оно и есть. Если так, то я в некотором недоумении, в связи с предыдущим роликом, там бородатому детяте покупается игровая приставка, а в этом ты идешь работать на стройку, находясь в отпуске. Ну, вот это вот бородатое детяте, которому 28 лет уже довольно... Ну, сколько, ну, несколько лет он живет отдельно в своей квартире, сам зарабатывает на себе, на жизнь и на своей игрушке. Поэтому, если возникает ассоциация, что я сыну купил эту игрушку и пошел сам работать на стройке, нет. Эту покупку он оплатил сам полностью до кафете. И это его решение, и я даже в этом решении его поддерживаю, потому что жизнь проходит, надо как-то баловать себя чем-то, что хочется. Так, ну, тут по поводу Матрикса. Ну, допилит, допилит, ножовка, которая пилит, она нормально напилит. Деньги она свои отобьет, стоит она тысячу рублей, поэтому, в принципе. А у нас особо и выбора нет. Но, опять же, мы не можем покупать там какой-то специнструмент. Кстати, я вливаю им что-то... Сабельную пилу, да? Да, сабельную пилу, которая как зверюга режет, я вот ее. Чуть бы разъебала бетон, перепекли. Ну, и когда она вся отобьет? Нет, я говорю, ты расходного тела, я заплатил за эту ножовку тысяча сорок рублей, по-моему. Да, по-моему, да. А когда мы свою квартиру делали, там я покупал ножовку. Это 500 длина, а та была 700. Кто не знает, производитель, кто не знает, но вот этой ножовкой мы долго работали. Мы на своей квартире ремонт сделали, потом еще куда-то ее отдавали, куда-то еще давали. То есть она до сих пор где-то ходит, еще до сих пор все пилит. Но она потом уже в косино стала пилить. Ну, там тоже победитый звук через один. Так, вчерашнее видео. Так, хороший формат, теперь смотри, снимай все. Хорошая картинка, 6 лет, свежая совсем, почти как милостройка. Ну, это про квартиру. Ну, что с ними, в принципе, тут лесная поляна, это город-спутник города Кемерово, находится 11 километров, да, Костя? От Кемерово, да. И изначально, изначально это предполагало, что будет жилье для каких-то особенных людей. Так оно и было в начале. То есть тут, когда первые-первыхые коттеджи строили, тут такие коттеджи, я как-то... Ну, у меня видео есть на канале про вот эти вот коттеджи. А сейчас, допустим, уже все больше и больше начинают строить, ну, скажем так, не то, что социальное жилье. Нет, не социальное. Как правильно было назвать? Костя, как? Не социальное это для обычных людей это? Бюджетное, вот. Бюджетное жилье, да. Ну, единственное, что ценники, конечно, ну, бывают не всегда бюджетные. Вот, допустим, вот эта вот квартира, вот этот вот дом, он, кроме как высокими потолками, 2,98 потолки здесь. Ну, и тут фойей большой, то есть есть коляса, куда поставить. То есть, в принципе, вот эти вот дома еще нормальные. А вот дома уже, наши дома, там уже реальный бюджет. Подъезды маленькие, то есть это вот как хрущевки. То есть небольшие подъезды, ну, там мальчик-мальчик побольше. Балконов нету. Балконы, они стараются вот почему-то не строить, хотя вот дом на профи, там, балконов. И... Да, балкон, по-моему, по оценнику так же. Да, да, да. И вот с балконами тоже не все так просто. Они квадратуру балкона оценивают так же, как жилую площадь. А там не отопление, разумеется, ничего не сделать. Ну, и что я заговорился. 14-11 километров от города Кемерово, и сейчас постепенно, постепенно, помаленечку, помаленечку начинают уже сейчас строить дома, семиэтажные дома уже с лифтом. Ну, а там уже квартира обычная. Потолки 2,75 и, в принципе, как бы уже ничего особенного. То есть, ну, обычно это. Так, сейчас. Лесной поляне, по-моему, в том году исполнилось 10 лет. Здесь по переписи сколько же народу проживает. Но тоже многие живут без прописки, поэтому ситуация может быть маленько различаться. Детей очень много. Две, так. Одна, так, школа, полторы тысячи, потом гимназий столько же, и еще одну школу строить. Тоже, по-моему, больше тысячи детей будет. В этом году первоклассник, по-моему, то ли 8, то ли 10 классов. То есть, детей очень много. Так. Так. Ну, вот человек пишет. А мне нравится каждый день смотреть. Так, ну, наверное, давайте вот это длинное вступление я заканчиваю. Сейчас мы опять приступим к работе. Так. Есть данная работа однотипная. Да, ну, вот тоже человек пишет, что если данная работа однотипная, то не снимай, покажи готовность, а смотри, интересно. Так, дальше, что катушка. Дальше будет сетка. Формирующая сетка. Так. Ну, и все, в принципе, вроде как все. Тоже. Ну, я говорю, мнение разделить, кто просит. Снимаем, показываем все. Кто-то ключевые моменты. Ну, наверное, давайте, наверное, сегодня мы когда-то идем до перекрытия. Да, Гостя? Я, наверное, тогда сниму. А сейчас, в принципе, да, я согласен, что, ну, чем кирпичить, кирпичить, движуха и движуха. Поэтому, наверное, сейчас. Пока я снимать не буду, а вот момент, когда мы перемычки будем ставить, там тоже решение такое нет, неоднозначное. И, наверное, еще раз, когда мы, наверное, уже подойдем к потолку. Потому что тут уже с ракурсами трудно, стены уже стоят, мешают. И выбрать ракурс уже сложнее. Ну, все, ладно, мы начинаем работать. Итак, мы пришли к облажарному элементу. Это перекрытие дверного проема. Общая высота составила 211,5 см. А высота проема должна быть 210 см. Поэтому, в любом случае, придется профиливать, как я обычно делаю, электролобзиком. Никаких сомнений по этому поводу не доступен. Кирпичи пришнутся в эти ряды. Все будет сходно. Один кирпич сюда придет, второй кирпич сюда придет. Так, ну, середину я отметил, где у нас должны сойтись два кирпича. То есть, проем 80 см и по 40 см. Кирпич 62 см. То есть, у нас на стену идет по 22 см с каждой стороны. И дальше нам нужно будет формировать уже второй дверный проем, третий дверный проем. То есть, у нас получается, на этой стене должно быть три дверных проема. Но пока мы можем сделать только два. Туалет у нас пока стены нет с той стороны. Я не знаю, как он купил, но у нас будет лопать. Номанды точно идут, куда я туда она кости не some clingyous. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...